Всем привет, с вами канал CryptoLords. В последнее время в теме блокчейна и криптовалют есть одна животрепещущая тема, а именно регуляция рынка ICO. При этом энтузиасты от мира криптовалют разделились на два лагеря. Первые поддерживают любые методики государственной регуляции, в том числе методики SEC и IML. Другие же говорят, что мы можем и сами справиться, мол, у нас для этого все есть и смарт-контракты, и децентрализация. Однако мир не стоит на месте, да и DAICO есть куда эволюционизировать. Давайте сегодня посмотрим внимательно на проект, который предлагает следующую трансформацию нынешних небезопасных и местами потерявших доверие ICO в новое поколение ICO-е. И инвестиционных проектов, что будут совершенно прозрачными. Итак, представляю вашему вниманию проект ICO-BIT. Это децентрализованная платформа на блокчейне, которая предлагает совершенно новый подход к инвестиционным проектам, что характеризуется абсолютной прозрачностью и доверием со стороны инвесторов. Кроме этого, после сборов на ICO-е, именно так будут называться новые виды ICO, проект останется регулируемым инвесторами в полном смысле этого слова. Как вам такое? Так как именно они направляют компанию и принимают решения? Конечно же, внимательный слушатель сразу задаст вопросом, А в чем же отличие ICO-BIT от других похожих проектов? Сразу скажу одну вещь. Это другие проекты, похожие между собой, а ICO-BIT, кроме самой идеи, абсолютно отличная от них концепция. И именно о ней мы будем сегодня говорить. Для полного понимания глубины концепции ICO-BIT я предлагаю напомнить о существующей проблеме, которая отталкивает потенциальные инвесторы от рынка ICO. Конечно же, первая и основная проблема имеет емкое английское название SCAM. Иначе говоря, большинство ICO-проектов сегодня – это полностью мошеннические проекты, которые не ставят перед собой никакой другой цели, кроме сбора средств и последующего растворения с этими собранными деньгами. Второй проблемой является отсутствие прав у инвесторов. По сути, они помогают запустить проект, а тот в ответ обещает им лишь эфемерные золотые горы и полет на луну стоимости их токенов. А инвесторы хотят получить и право голоса, и право принимать решения в ключевых моментах развития проекта. Это же касается и акций компании, и последующих дивидендов. Далее можем отметить высокую скорость падения вновь запущенных проектов. Это характеризуется биржевой стоимостью их токенов. Только в лучшем случае, так как большинство проектов оказывается мертвыми изначально, так и не выйдя на биржу, а значит, лишив себя возможности получить средства на дальнейшее развитие проекта. Также можно отметить отсутствие какой-либо квалификации у команд проектов, имея неплохую идею и заказной white paper, то есть техническую документацию. Многие ICO-проекты испытывают огромные трудности при выходе в реальные условия рынка. Все это объясняется элементарным отсутствием необходимых профессиональных навыков, устойчивости к стрессам, принятием неправильных решений. Нельзя исключать, что у таких команд элементарно могут украсть собранные средства, нанятые программисты, привлеченные для громкого словца SEO. Все это факторы риска, которые могут элементарно оставить команду без собранных денег. А кто у нас учредители? Картинки в LinkedIn ID с достоверной информацией. Как их реально проверить? Кто же стоит за созданием того или иного проекта физически? Становится невозможно. Людей из LinkedIn ID, которые готовы публично представлять проект, тоже можно привлечь за деньги, оставаясь при этом в тени. Естественно, что сложившиеся условия нельзя назвать позитивными, и это в том числе понимают правительства многих стран, так или иначе ограничивая деятельность ICO. Вмешательства чиновников часто оказываются губительными для начинающих и неопытных компаний. Они просто оказываются не готовы к такому давлению. Надо отметить, что, как казалось бы, тонущие компании могли бы спасти при помощи вторичного рынка, которого сейчас нет. А вполне возможно, что все те наработки, которые есть, можно было бы реализовать с помощью другой команды. Но этот вариант попросту отсутствует. Надо отметить, что это еще далеко не все проблемы, но, наверное, самые явные из тех, что присутствуют сегодня на рынке ICO. Что ж, дорогие друзья, мое первое видео о проекте EQUITY подошло к концу. И в следующем видео мы разберем саму экосистему и принципы ее работы. До скорых! Продолжение следует...